Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 августа и сейчас я вам скажу, ну как введение слова, чтобы вы поняли, что я здесь делаю. Я сегодня провожу дегустацию. Ну если обычно раньше я проводила дегустацию тех сортов томатов, которые выросли в теплице, то теперь я дегустирую томаты, которые уже выросли и очень давно поспели в открытом грунте. Вот у меня сегодня три сорта на испытании. Розовая жемчужина, розовый красный гном и оранжевый русские колокола. Русские колокола мы уже разрезали, посмотрели его, продегустировали. Сейчас на очереди у меня гном. Ну про гном вы очень много слышали уже от меня. Я показывала его, как он растет в открытом грунте. Говорила, что он очень ранний, скороспелый, урожайный, он весь облеплен плодами. Что вот такой вот плод у него небольшой. И теперь мы хотим посмотреть, что он из себя представляет внутри и какой он на вкус. Но перед этим я вам еще раз напомню, что говорила я в предыдущем видеоролике. Вот такие томаты, вернусь немножко назад. Вот такие томаты ранние. Очень удобно тем, что их можно вот в это время, когда еще есть маленькие зеленые огурчики, применять для цельноплодного консервирования, для приготовления сорти разноцветных. Вот розовый жемчужину положите, например, красный гром, это гном и оранжевый русские колокола. Туда маленьких зеленых огурчиков. И очень живописная, не только вкусная, но и эстетически красивая. Вот эта консервация, банки, прям, ну, загляденье, картинки получаются. Поэтому вот эти сорта, они не просто скороспелые, просто скороспелки. Их можно еще, если с умом посадить, то они могут большую пользу принести огородникам. Вот это начинающим я на заметку, что солить и консервировать можно не только в сентябре и в конце августа, но можно и в июле, когда вот такие скороспелые поспевают, а когда еще есть огурчики. Так, гном. Как всегда говорят обычно, что скороспелки это кислые. И у них даже в описании написано, что у них присутствует доля кислинки. И вот про гном я читала описание производителя, что хороший томатный вкус и в скобках. Но для, именно для сортов вот такого класса, то есть для ранних, для скороспелых, сравнения с крупноплодными, с такими мясистыми, сахаристыми, конечно, он не выдерживает. Но для своей группы, вот в которую он принадлежит, он вкус у него хороший. Вот я здесь, где я сломала? Где-то специально сломала я. А нет, это я разрезала. Ну все, специально сломила, а теперь забыла где. Нет, придется еще раз ломать. Но дело в том, что у меня все спелые плоды, я уже распушила их на семена, у меня остались вот недозрелые, видите, как с зеленым пятнышком. Потом, когда они дозревают до конца, у них эта пятнышка исчезает, видите, они делаются красные. А если вот зеленая жопка у него, значит, он еще не зрелый, не до конца. Вообще у него этой жопки не должно быть. Вот видите, она исчезает потом. Ладно, возьмем недозрелый. Просто я что хочу сказать. Конечно, он уступает всем вот этим крупноплодным, но все-таки многое, многое зависит от погоды. Вот нынче у нас стояла жара, и посмотрите, даже вот эти малыши скороспелки, они получились такие неводянистые, обычно скороспелый разломишь, из него все равно истекает сок. А в этом году они получились все мясистые, и все вот такие на излом сахаристые. Сейчас попробую еще на вкус. Ну, скажу вам правда, я когда семена выковыривала с тех, я самые спелые уже съела, ну как, попробовала уже заранее. Они такие сладкие нынче, и таких скороспелок, ну обычно сладких сильно не бывает, но нынче очень сладкие. И вот поэтому, как вот описание сорта все-таки он с кислинкой, но нынче у спелых гномов даже кислинки не было. Все-таки, значит, многое зависит от погоды. Вот в этом, кстати, тоже нет кислинки, хотя они не очень спелые. Про дегустацию скажу так. Если он у вас будет не переспелый, а такой вот зрелости, как с зеленой жопкой, он будет обязательно с кислинкой. Кислинка исчезает только у тех плодов, которые сильно-сильно поспеют. Я вот ждала, даже они полупались. Делаются все вот такие красные, без зеленого пятнышка. И тогда они будут сладкие, но все равно они по вкусу будут уступать тем томатам, которые крупноплодные, вот которые мы любим, мясистые, сахаристые. Нынче вот они тоже у нас сахаристые, но это не показатель. Это вот у нас раз в несколько лет получилось так. Обычно они все-таки с кислинкой, вкус у них сладкий, но с ноткой кислинки. И они всегда уступают крупноплодным тем, которые сладкие. Но когда они будут первые, единственные поспевшие в огороде томаты, поверьте, это вам будет все равно с кислинкой они или нет. И хотела сравнить еще их вот с розовой жемчужиной. Эти томаты почти однотипные, у них одинаковый почти рост, одинаковый размер плода. Но вот эти розовые, и я хочу попробовать, сладче они или нет, потому что бытует мнение, что розовоплодные всегда у них как-то мягче и более сладкий вкус такой, более приятный. Ну как говорится, что они более тают во рту, а что эти немного с кислинкой. Вот я сейчас перейду, когда к следующему, я потом с вами поделюсь. Но этот гном, конечно, он берет тем, что он очень рано, скороспелый, и когда еще нет крупных, на подхвате он очень хорошо. И еще я вот что перед этим сказала, перед началом, очень хорошо в консервацию. Когда огурчики еще есть, и поспели уже вот эти томаты, можно делать ассорти. Все, с вами была Ольга Чернова, и вот это вот краткая такая дегустация сорта гном. Вы должны знать, что все-таки он не такой сладкий, не тает во рту, он с ноткой кислинки эти плоды, как и все, впрочем, скороспелые, как многие. Но все равно он очень вкусный, если будет удачное лето, как нынче, с жаркой погодой, то он будет даже такой сладкий, что, возможно, кислинка исчезнет. Все. Субтитры сделал DimaTorzok